Письмо 84. Что такое клиповое мышление, почему оно делает нас глупыми и несчастными, и каков механизм влияния стресса на здоровье? С момента возникновения человеческой цивилизации и по сей день мы неустанно создаем устройства и технологии, позволяющие улучшить изначально имеющиеся у нашего организма функции. Так одежда и жилье представляют собой расширение вовне нашего волосяного и кожного покрова, спасающего нас от опасных колебаний внешней среды и от вредоносных физических воздействий. Колесо, рычаг, плуг, одомашненная лошадь, поезд, автомобиль, самолет – есть продолжение нашей скелетно-мышечной системы. Благодаря им мы способны быстро перемещаться на огромные расстояния и передвигать предметы огромной тяжести и размера. Очки, бинокли, микроскопы и телескопы усиливают наше зрение, слуховые аппараты помогают удержать на плаву отказывающий слух, а кардиостимуляторы спасают больное сердце. Письменность, книгопечатание, научный метод, как и компьютерная техника, выводят на новый уровень память и умственные возможности человечества. Наконец, социальные институты и в особенности институт государственной власти развивают залегающие в глубинах мозга Homo sapiens модели сосуществования себе подобными. Они надстраиваются над древними социальными инстинктами, с помощью которых наши предки миллион лет назад объединяли свои усилия для выживания. Аналогичные и эрафические модели обеспечивают выживание из современных приматов и бесчисленного множества иных существ, от ракообразных до грызунов. Им не нужно с чистого листа учиться повелевать и подчиняться, сотрудничать и конкурировать. Образцы вшиты в их нервную систему, и они сущностно одинаковы для каждого поколения и вне зависимости от места их обитания. Мы отличаемся от наших морских и сухопутных братьев и сестер в первую очередь объемом культурного материала, надстроенного на этом врожденном фундаменте, который до сих пор определяет ход нашей личной и общественной жизни. Приблизительно под таким углом и видел технологический прогресс прозорливый канадский культуролог и мыслитель Маршалл Маклюин. Он воспринимал его как прогресс внешних расширений человеческого организма. Действительно, каждое столетие, а ныне уже и каждое десятилетие, тело и сознание нашего биологического вида стремительно расползаются вовне в виде механических проекций. Очевидной ценой этих грандиозных достижений, этого размашистого ветвления культуры, является наша повышенная зависимость от собственных творений. Мы уже едва ли мыслим собственную жизнь без транспортных средств или тем более без электричества, как и мириад работающих от него устройств, от освещения до компьютеров. Стоит сооруженным нами искусственным протезом выйти из строя, и мы окажемся совершенно беспомощны двигаться дальше на своих ослабших ногах. Однако главная цена технического прогресса, как справедливо подчеркивал Маклюин, вовсе не в этом. В работе «Понимание медиа, внешнее расширение человека» он сформулировал фундаментальный тезис следующим образом «The medium is the message». Дословно это означает «средство и есть послание». Маклюину была свойственна причудливая манера изъясняться, придававшая его лекциям и книгам инопланетное очарование и оставляющая некое таинственное послевкусие внеземного контакта. В переводе на язык землян его слова означают, что создаваемые нами расширения самих себя, все человеческие технологии и цивилизационные изыски неизбежно меняют нас в ответ. Причем происходит это вне всякой зависимости от того, как именно они используются. Неважно, для чего используется письменная речь и что написано в книгах. Сам факт существования письменности меняет уклад нашей жизни, всю социальную архитектуру. Не имеет значения, куда едут поезда и что они везут, что освещает электрический свет. Неважно, что показывают по телевизору или какая информация доступна нам в интернете. Все эти средства уже сами по себе есть послания. Они вне любых своих конкретных применений наделены мощным содержанием, определяя наше бытие самим фактом своего использования. Лучше всего это можно понять на примере наиболее судьбоносного, а в некотором смысле и рокового расширения человека – электронного расширения нашей нервной системы. С возникновением в 20 веке радио и телевидения, то есть систем мгновенного и массового распространения аудиовизуальной информации, мир превратился в глобальную деревню, если пользоваться терминологией Маклюина. Это значит, что он как будто сжался, уменьшился и стал тем местом, где все-все друг о друге знают, как то происходит в деревне. Теперь из любой точки земного шара мы можем мгновенно получать новости о том, что происходит на противоположном его конце. Более того, сейчас мы куда лучше осведомлены о происходящем за сотни и тысячи километров от нас, чем о том, что происходит у наших соседей. В новую технологическую эру человеческая нервная система, обвившая всю планету своими электронными отростками, беспрерывно снабжается потоком развлечений, ужасов и происшествий, не имеющих для нее непосредственного значения. Это взваливает на наши плечи груз, к которому они не были эволюционно готовы. Событий теперь так много, что в условиях все той же ограниченности времени, что и раньше, каждому из них может быть отведено совсем немного внимания. Наш обезьяний ум прыгает по медийным джунглям с утроенной прытью и становится еще поверхностнее, еще поспешнее, суетливее, мозаичнее. Наши умственные привычки, однако, трансформируются не только из-за возросшего объема данных. Огромный вклад в это вносит сам переход от доминирующей некогда книги к звучащей речи и к подвижному изображению. Как мы помним, the medium is the message, само средство и есть послание. Из-за технических особенностей распространения информационные продукты стали значительно короче по длительности. Они также не предполагают более возможности взять паузу, какова и всегда имеется у человека при чтении книги, или, по крайней мере, не предполагают склонности так поступать у аудитории. Улавливать нужно на лету, в режиме реального времени, а значит содержание должно быть проще и одновременно динамичнее, остросюжетнее. Информационная плотность и насыщенность от этого неизбежно падает. У описываемых перемен есть и иные фундаментальные причины, о которых Маклюин не упоминает. В первую очередь процессом восприятия информации сегодня все более и более управляет не человек, а устройство. Оно проигрывает звук и демонстрирует картинку без всяких умственных усилий с нашей стороны. Нам не нужно постоянно удерживать внимание на экране или на радиоприемнике, чтобы создаваемые ими истории продолжали разворачиваться в пространстве воображения. Мы можем периодически отвлекаться, заниматься посторонними делами и одновременно с этим блуждать по коридорам собственного сознания. Требуется меньшая концентрация и внимательность, требуется меньшие усилия для понимания, а потому эти ключевые умственные навыки становятся слабее. По всеобщим биологическим законам то, что мало используется, постепенно атрофируется. Наконец, содержание информационных продуктов упростилось и деградировало ввиду глубинных экономико-культурных процессов. Вплоть до первой трети XX века культурная среда формировалась небольшой группой высокообразованных людей для других столь же высокообразованных людей. Именно они писали книги, и они же их читали. Они сочиняли классическую музыку, писали картины и сами были их крошечной аудиторией. До более чем девяти десятых прочего населения культурные достижения не доходили вообще или доходили косвенным образом в остаточном и переваренном виде. С точки зрения неумолимых рыночных механизмов это означало, что предложение в культурной сфере формировал спрос крошечной культурной элиты. Появление массовых систем распространения информации в звуковом и визуальном формате все кардинально поменяло. Аудитория новых продуктов стала огромна, это уже не были несколько процентов населения западных стран. Теперь особенности массового сознания, его привычки, интересы и предпочтения определяли содержание культурных продуктов. С экономической неизбежностью новый спрос сформировал новое предложение. Причем это предложение теперь настолько вездесуще, что оно в свою очередь формирует спрос только на самое себя, замощая своим массивным ветвящимся телом любые альтернативы. Возникло то, что культуролог Элвин Тоффлер, продолжавший в некотором роде мысль Маклюина, назвал клиповой культурой. Это общество людей с фрагментированным восприятием, невротическим и суетливо-поспешным мышлением, с обезьянним умом, возведенным в квадрат. День за днем и год за годом человек эпохи электронного расширения нервной системы прыгает в информационных джунглях с одной крошечной веточки на следующую. Он пропускает через себя потоки фрагментированных данных, потоки информации, разбитые на клипы, то есть дословно на отрезки, не складывающиеся в нечто целое. Бесконечные ленты новостей, короткие видео есть максимизация клиповой культуры, неизвестная тогда ни Тоффлеру, ни Маклюину, хотя ее приближение они предчувствовали. Прозорливые люди и в середине XX века, и даже в его начале, видели назревавшие тенденции. Одним из них был Рэй Брэдбери. В своей антиутопии 451 градус по Фаренгейту он описал контуры грядущего. С учетом сделанного введения и знания мировой ситуации сегодняшнего дня, мы можем еще отчетливее понять, о чем он говорил в следующем развернутом отрывке. А раз все стало массовым, то и упростилось, продолжал Битти. Когда-то книгу читали лишь немногие, тут, там, в разных местах, поэтому и книги могли быть разными. Мир был просторен. Но когда в мире стало тесно от глаз, локтей, ртов, когда население удвоилось, утроилось, учетверилось, содержание фильмов, радиопередач, журналов, книг снизилось до известного стандарта. Этакая универсальная жвачка. Постарайтесь представить себе человека 19-го столетия. Собаки, лошади, экипажи, медленный темп жизни. Затем XX век, темп ускоряется. Книги уменьшаются в объеме. Сокращенное издание, пересказ, экстракт. Не размазывать, скорее к развязке. Произведения классиков сокращаются до 15-минутной радиопередачи. Потом еще больше. Одна колонка текста, которую можно пробежать за две минуты. Потом еще. 10-20 строк для энциклопедического солваря. Я, конечно, преувеличиваю, солвари существовали для справок, но немало было людей, чье знакомство с Гамлетом, вы, Монтек, конечно, хорошо знаете это название. А для вас, миссис Монтек, это, наверное, так, только смутно знакомый звук. Так вот, немало было людей, чье знакомство с Гамлетом ограничивалось одной страничкой краткого пересказа в сборнике, который хвостливо заявлял. Наконец-то вы можете прочитать всех классиков. Не отставайте от своих соседей. Понимаете? Из детской прямо в колледж, а потом обратно в детскую. Вот вам интеллектуальный стандарт, господствовавший последние пять или более столетий. А теперь быстрее крутите пленку, Монтек, быстрее. Клик, пик, флик, сюда, туда, живей, быстрей, так, этак, вверх, вниз, кто, что, где, как, почему, ух, эх, бах, трах, шлеп, хлоп, дзынь, бум, бум. Сокращайте, ужимайте, пересказ-пересказа, экстракт из пересказа-пересказов. Политика – одна колонка, две фразы, заголовок. И через минуту все уже испарилось из памяти. Крутите человеческий разум в бешеном вихре, быстрей, быстрей, руками издателей, предпринимателей, радиовещателей, так, чтобы центробежная сила вышвырнула вон все лишнее, все ненужные, бесполезные мысли. Срок обучения в школах сокращается, дисциплина падает, философия, история, языки упразднены. Английскому языку и орфографии уделяется все меньше и меньше времени. И, наконец, эти предметы заброшены совсем. Жизнь коротка, что тебе нужно? Прежде всего работа, а после работы – развлечения. А их кругом сколько угодно, на каждом шагу. Наслаждайтесь. Так зачем же учиться чему-нибудь, кроме умения нажимать кнопки, включать рубильники, завинчивать гайки, пригонять болты? Застежка-молния заменила пуговицу, и вот уже нет лишней полминуты, чтобы над чем-нибудь призадуматься, одеваясь на рассвете, в этот философский и потому грустный час. Долой драму, пусть в театре останется одна клоунада, а в комнатах сделайте стеклянные стены, и пусть на них взлетают цветные фейерверки, пусть переливаются краски, как рой конфетти, или как кровь, или как Херрис, или Сатерн. Как можно больше спорта, игр, увеселений, пусть человек всегда будет в толпе, тогда ему не надо думать. Организуйте же, организуйте все новые и новые виды спорта, сверхорганизуйте сверхспорт. Больше книг с картинками, больше фильмов, а пищи для ума все меньше. В результате неудовлетворенность, какое-то беспокойство. Дороги запружены людьми, все стремятся куда-то, все равно куда. Бензиновые беженцы. Города превратились в туристские лагери, люди, ворды кочевников, которые стихи навлекутся то туда, то сюда, как море во время прилива и отлива. И вот сегодня он ночует в этой комнате, а перед тем ночевали вы, а накануне я. Возьмем теперь вопрос о разных мелких группах внутри нашей цивилизации. Чем больше население, тем больше таких групп. И берегитесь обидеть какой-нибудь из них, любители собак или кошек, врачей, адвокатов, торговцев, начальников, мормонов, баптистов, унитариев, потомков китайских, шведских, итальянских, немецких эмигрантов, техасцев, бруклинцев, ирландцев, жителей штатов Орегон или Мехико. Герои книг, пьес, телевизионных передач не должны напоминать подлинну существующих художников, картографов, механиков. Запомните, Монток, чем шире рынок, тем тщательнее надо избегать конфликтов. Все эти группы и группочки, созерцающие собственный пуп, не дай бог как-нибудь их задеть. Злонамеренные писатели, закройте свои пишущие машинки. Ну что ж, они так и сделали. Журналы превратились в разновидность ванильного сиропа, книги в подсващенные помои. Так, по крайней мере, утверждали критики эти заносчивые снобы. Неудивительно говорили они, что книг никто не покупает. Но читатель прекрасно знал, что ему нужно, и, кружась в вихре веселья, он оставил себе комиксы. Ну и, разумеется, эротические журналы. Так-то вот, Монток, и все это произошло без всякого вмешательства сверху, со стороны правительства. Ни с каких-либо предписаний это началось, ни с приказов или цензурных ограничений. Нет, техника, массовость потребления и нажим со стороны этих самых групп – вот что, хвала Господу, привело к нынешнему положению. Природа стресса и неразрывная связь ума и тела Мы живем в электронную эпоху, и ни альтернативы ей ни конца не предвидится. Жизнь большинства из нас проходит и будет проходить дальше во фрагментированной среде клиповой культуры, с присущим ей ускоренным темпом личных и социальных перемен. Таково неизбежное следствие мультимедийных технологий и их массового рыночного существования, ибо, повторим вновь формулу Маклюина, средство и есть послание. Мы окружены бурлящим океаном из низкопробной информации и сонмом, отвлекающих наш ум факторов, дергающих его, треплющих, растаскивающих на клочки, как свора диких псов. Естественная склонность ума блуждать тем самым усугубляется. Блуждающий же ум есть несчастный ум. К такому выводу раз за разом приходит не только интеллектуальная традиция тысячелетий, но и современная нейробиология. Чем больше мы испытываем невротическую потребность перевести внимание, тем меньше наша продуктивность, тем более мы не удовлетворены и страдаем. Это уравнение неумолимо, поскольку само определение страдания – это не хотеть быть там, где мы сейчас. Чем сильнее это желание, чем чаще оно беспокоит, тем выше температура поедающего нас черного пламени. А соловелое метание человека мучительно уже само по себе, однако ситуация ухудшается тем, где именно блуждает наш ум. Он наворачивает круги в созданной электронным информационным полем виртуальной клетке. Там нам день за днем предъявляется бескрайняя последовательность из образцов, с которыми мы автоматически сравниваем себя и свою жизнь и потому желаем не быть здесь и не быть собой. Там же через нас проходит конвейер из событий для оценки и последующей автоматической эмоциональной реакции, из предметов для вожделения, из страхов и угроз. Даже когда вилка вытыкается из розетки и этот концентрационный тикток на время гаснет, что случается все реже, обнаруживается, что сам наш ум является филиалом системы массового производства и распространения клипов. Ей уже не нужно работать от сети, достаточно внутреннего электричества мозга, который продолжает по инерции листать придумываемую им ленту новостей, товаров, услуг, людей. Все эти образы также начинены иллюзиями, раздуты и отретушированы, как и на экранах гаджетов. И все они уводят диаметрально прочь от центральной истинной философии и нейробиологии, от понимания, что все цели человеческого существования достигаются внутри, а не вовне, через иную форму бытия, а не иной список имущества и так называемых достижений. Электронная клиповая культура в зловещем союзе с культурой потребления делает нас глупее, несчастнее и злее. Это следствие самой ее структуры, которая будет таковой всегда, вне зависимости от содержания, хотя последняя и регулирует степень ее воздействия. Сегодня нам известна также и следующая станция на этом недобром пути. Блуждающий ум, порождая несчастный ум, порождает больное тело, или во всяком случае ощутимо способствует его форсированному разрушению. На заре западной цивилизации, в античности, это наблюдение считалось прописной истиной. Практически каждый, кто размышлял на эту тему, от отца западной медицины Гиппократа до Аристотеля, Эпикора, Демокрита или римских стоиков, указывал на несомненную связь между состоянием сознания и состоянием тела. С наступлением средних веков и вплоть до самого недавнего времени эта истина на Западе была напрочь забыта. Восторжествовал сначала христианский дуализм, резко отмежевывающий духовное от Плотского, а затем новоевропейский научный дуализм, ярче всего выраженный философией Декарта. В полном соответствии с ним еще 50 лет назад большинство врачей и ученых свято верили в то, что психическое и телесное идут своими раздельными путями. Считалось, что наше восприятие и то, чем мы занимаемся в пространстве собственного сознания, не играют практически никакой роли в развитии болезней и малозначимы для улучшения общего качества жизни. Беспрецедентный прогресс в медицине и целая лавина научных исследований конца XX века, однако, позволили Западу переоткрыть то, что всегда чувствовали на Востоке и что было очевидным людям античностью. Одним из знаковых этапов здесь стали работы канадского эндокринолога Ганса Селье в 1950-х годах, который первым ввел термин стресс в современный научный оборот и посвятил ему множество работ. Селье 17 раз номинировали на Нобелевскую премию по медицине, но сопротивление научного сообщества новым идеям и некоторая зыбкость его аргументации из-за отсутствия необходимых исследовательских инструментов, так и не позволили ее получить. Концепция стресса начала формироваться у Селье, когда он, обучаясь в медицинском университете, заметил, что многие больные люди, независимо от характера, мучающего их недуга, демонстрируют очень схожий набор симптомов. То же самое он обнаружил и у лабораторных животных, подвергавшихся агрессивным воздействиям среды, будь то холод, травма, болезнь или ядовитые химические вещества. Сперва он назвал это явление общим адаптационным синдромом и лишь к концу 1940-х начал использовать столь привычное для нас сегодня слово. Одним из центральных тезисов Селье было то, что стресс является неспецифической реакцией организма на стрессор. Вне зависимости от источника воздействия, тело ведет себя в ответ на реально или потенциально угрожающий фактор, как будто бы одним и тем же шаблонным образом. Ученый впервые в общих чертах описал ось стрессовой реакции, состоящую из гипоталамуса, гипофиза и надпочечников. Чтобы наш организм не счел угрозой, он резво и резко переходит в режим повышенной боеготовности за счет выброса стрессовой осью всегда того же самого коктейля из веществ. Прежде всего, это выделяемый корой надпочечников кортизол, который увеличивает общее энергопотребление организма. Это происходит за счет повышения им скорости, с которой углеводы, жиры и белки превращаются в энергию, используемую нашими мышцами и органами. Во-вторых, это адреналин и норадреналин, вырабатываемые мозговым веществом наших надпочечников. Вместе с кортизолом адреналин и норадреналин повышают сердцебиение и артериальное давление. Благодаря этому в ситуации угрозы ускоренный ток крови снабжает ткани тела большим количеством кислорода и питательных веществ, а также быстрее выводит из них продукты обмена. Оба гормона также повышают потоотделение для охлаждения организма, нагревшегося от такого усиленного энергообмена, но делают это с запасом, немного больше, чем нужно, чтобы эффективно предвосхитить еще больший ожидаемый перегрев в ближайшем будущем. В умеренных дозах это полезно и необходимо, но вот частые всплески давления или же постоянные повышенные его значения от воздействия этих гормонов снижают эластичность сосудов и отрицательно влияют на работу сердца и других внутренних органов, в том числе мозга. В той мере, в которой в нашем организме включается стрессовая ось, у нас происходит торможение пищеварительных процессов и отток крови из пищеварительной системы. Многие из нас знают этот отток крови как пресловутое ощущение бабочек в животе, и немало людей на горьком опыте испытали, как дурно стресс отражается на их желудке. В этом имеется своя логика. Если нас вот-вот получит на обед хищник, о таких вещах как пищеварение можно не хлопотать. В случае неудачи еда доварится в его собственном желудке без всякой необходимости в подобных услугах с нашей стороны. Пока же этого не произошло, ресурсы организму требуются в других местах, дабы такой печальный исход предотвратить. По той же причине под стрессом в теле приостанавливаются строительно-ремонтные работы и процесс построения новых структур, в том числе тормозится образование новых нейронов в гиппокампе и рост нервной ткани в целом. Замедление роста нервной ткани и выведение вредных продуктов обмена из работающих нервных клеток, таких как таубелки и многие другие, значительно увеличивает вероятность нейродегенеративных заболеваний вроде деменции, болезни Альцгеймера и Паркинсона, а также приближает момент их наступления во времени. В наших клетках скапливается много мусора и повреждений, которые организм не успевает компенсировать. При стрессе мы таким образом пребываем в режиме растраты, в режиме экстренного катаболизма и расщепления собственных тканей. О починке и тем более дальнейшем развитии придется позаботиться позже, когда стресс пройдет или хотя бы ослабит поводья. Далее от стресса в разнос идет иммунная система и под действием различных факторов дисфункция развивается по двум главным сценариям. Друзья, полные версии новых подкастов и статей, начиная с 78 выпуска, доступны только по дополнительной подписке. В свободный доступ, тем не менее, выкладывается первая часть каждого материала, порядка половины или двух третей от написанного. Этого достаточно, чтобы служить главной цели писем к самому себе, приводить мысль в творческое движение, отвечать на ряд важнейших вопросов нашей с вами жизни и ставить лицом к лицу с новыми. Если же вы не только находите мою работу полезной и интересной, но и хотите взять от нее максимум и помочь дальнейшему развитию, сделать это можно путем ежемесячной подписки ВКонтакте, на Патреон или Босте. Стоимость обычного варианта – 250 рублей в месяц или 3 доллара на Патреон. Это открывает вам полный доступ к материалам и возможность скачивания подкастов на соответствующих площадках. При продвинутой подписке за 800 рублей или 10 долларов на Патреон вы получаете приглашение в закрытую группу в Телеграм для обсуждения всех беспокоящих нас вопросов, не обязательно и не только по тематике писем. Все ссылки вы можете найти в описании подкаста. Спасибо.